Поздравить депутатов с юбилеем на заседание Думы пришел советник губернатора по спорту Александр Невский. Заодно он отчитался перед парламентариями о проделанной за год работе. Вспомнил, что обещал депутатам мастер-класс по бодибилдингу. Возможность подтянуть мышцы больше всех пришлась по душе новому заместителю председателя Гордумы Олегу Суханову. Готовы провести для депутатов мастер-класс? Только такой серьезный, жесткий. Я боюсь, если я сейчас скажу, что я готов провести серьезный и жесткий, то придете только вы и Евгений Васильевич, который, я уверен, продолжает отжиматься на брусьях у себя вот там вот в кабинете. Один из вопросов повестки Гордумы был посвящен генеральной схеме очистки города. В документе прописаны возможности механической уборки Тулы, сколько техники для этого необходимо, предложение по оптимизации работы коммунальных служб. Новый проект устроил не всех депутатов, однако на его защиту встал Александр Прокопук. Оно и понятно, ведь документ был разработан в том числе и при его участии, когда Прокопук возглавлял спецавтохозяйство. Я считаю, что не надо нам это решение принимать. Аналогичные выступления мы уже слышали примерно месяц назад, в результате чего данный проект был принят за основу, была создана рабочая группа. Заседание рабочей группы недавно состоялось, примерно неделю назад. На это заседание никто из оппонентов, естественно, не пришел. Давайте все-таки не будем давать оценки выступления друг у друга и точки зрения. И поскольку я понимаю, что этот законопроект выносился на тот период, когда вы были директором муниципального казенного предприятия САХ, а рассматриваем мы его тогда, когда вы, к счастью, являетесь главой города, будьте, пожалуйста, добры и соответствовать своей новой должности. Хорошо. Нет возражений. Сегодня Александр Прокопок впервые вел заседание Гордумы. Может быть, от волнения и запамятовал, что он уже не руководитель спецавтохозяйства, а председатель законотворческого органа. И если этот год Тула провожает с новыми руководителями, то следующий встретит с новой городской администрацией. Сегодня депутаты утвердили новую структуру исполнительного органа. По предложенной Евгением Авиловым схеме у него будет шесть замов. В том числе появится заместитель по вопросам ЖКХ отдельно по дорогам. Все нововведения, по мнению сети менеджера, помогут сделать работу администрации более эффективной. Я бы хотел в людях, которые сейчас работают, которые могут номинироваться на эти должности, те, которые готовы прийти, те, которые готовы представить свое резюме, я бы хотел услышать их, во-первых, и желание, оценить их возможности и понять, что люди готовы сделать в тех направлениях, которые будут им поручены. Кто войдет в состав новой администрации, Евгений Авилов не уточнил, но уверил, что это будут профессионалы. Профессионалы, как преобразование в исполнительном органе повлияет на жизнь туляков, покажет время. Надежда Малехина, Дмитрий Бочаров, ТВ, Центр Тула.